Ой, 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 осторожно. Попасть с этого подъемника на больничную койку получится гораздо быстрее, чем подняться в магазин. Несколько сантиметров, отделяющих его от земли, не позволяют забраться на него инвалидом-колясочником. Обнаружил неисправность конструкции Анатолий Белов. До ее установки продавцы выносили мужчине товар на улицу. Когда после реконструкции улицы на входе появился подъемник, Анатолий обрадовался, что наконец сможет подняться в магазин сам. Но не тут-то было. И когда сам поднимется, увидишь, а не кто-то тебе там что-то вынесет. Я думаю, это лучше. Посмотришь, потрогаешь, надо тебе, не надо. Выберешь, какое лучше что-то. Я считаю, надо это сделать. По словам мужчины, с просьбой починить пандус, он обращался к персоналу магазина еще полтора месяца назад. Но результата не последовало. Сотрудники ортопедического салона рассказали, что проблема появилась после укладки брусчатки. А вот когда они плитку настелили в этом году, ее же переделали в этом году, он теперь не опускается до того уровня, до которого нужно. То есть до этого было нормально. Чтобы узнать, кто ответственен за состояние подъемника, мы обратились в исполком района. Проблемой занялось управление капитального строительства. Год после установки пандуса его гарантийным обслуживанием занимается подрядчик. Он устранил брак. Данной конструкции завод-изготовителям было предусмотрено заезд шириной 15 сантиметров. Нам пришлось его увеличить из-за того, что инвалид не мог сюда подниматься. И увеличить длину заезда еще на 15 сантиметров. Из-за того, что рельеф не везде одинаковый. На практике проверить конструкцию пока не удалось. Но специалисты уверены, что теперь инвалидная коляска с легкостью сможет заехать на откидную площадку. Но это не единственный подъемник в городе, которым невозможно воспользоваться. На первом этапе реконструкции улица Ленина было установлено 24 подъемника. Четыре из них сейчас не работают. Но даже несмотря на то, что технически большая часть подъемников исправна, инвалиды все равно не могут их использовать. Это показал наш эксперимент, проведенный неделю назад. Во многих магазинах просто-напросто нет кнопки вызова персонала. Кнопки вызова за это отвечают сами владельцы магазинов. Кнопку вызова они должны установить сами. Этот вопрос тоже прорабатывается. В ближайшее время все это будет тоже исправлено. Нам сообщили, что отрабатывать вопрос исправности подъемников с владельцами магазинов начнет отдел торговли исполнительного комитета.